На кружке по информатике, который в средней школе номер 27, проходит регулярно, всегда достаточно большое количество ребят. Все потому, что их увлечение информационными технологиями поддерживает талантливый педагог и наставник Елена Савастьянова. Несмотря на то, что группа разновозрастная и разноплановая по своим интересам, подход к каждому здесь индивидуальный. Но все же, особенно в большом коллективе увлеченных гением выделяются двое ребят – Павел Яромский и Павел Меркушевич. Они без труда осваивают дополнительный материал, не замечая порой, как за компьютером проходят целые часы. Меня интересует дисциплина веб-программирования, потому что я считаю, что за вебом будущее, так как многие приложения есть в интернете, они кроссплатформены, то есть можно их запускать и на телефоне, и на компьютере. Я считаю, что за это будущее и что мне нужно развиваться в этом направлении. Областной конкурс «Айти граница» в сфере информационных технологий для Павла Меркушевича и Павла Яромского стал очередной площадкой для демонстрации своих знаний. Вместе с педагогом они достаточно долго готовились, осваивали новые языки программирования и даже создавали свои социальные сети. И результат приятно порадовал. У Павла Яромского диплом первой степени, у Павла Меркушевича второй. Мне было полезно участие в конкурсе тем, что я начал изучать новые языки программирования, смотрел на работы других учащихся и черпал что-то для себя. Чтобы дойти до такого уровня, это каждодневный труд, потому что, к сожалению, информатика изучается один раз в неделю, и то, что изучили они, это вообще не изучается в курсе школы. Поэтому мы это изучаем на кружке, вне уроков. Новые дипломы вскоре пополнят большую наградную копилку, которая украшает учебный класс. Высокий результат на областном этапе конкурса – серьезное достижение, но не самоцель для молодых людей. Они продолжают готовиться, учиться, чтобы в ближайшем будущем выбрать профессиональный путь и заниматься информационными технологиями, создавая полезные и важные продукты для общества. А учителя готовы их поддержать в таких начинаниях. Моя главная задача – найти таких талантливых детей и их направлять, чтобы они что-то изучали и устремились новое, 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 новое. Главное – усердие, конечно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букуноч, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.